ЛДПР Но будет ли он принят? И как заключение, будет ли снят Дмитрий Ливанов? Об этом рассказал постоянный эксперт накануне ТВ, историк-практик, автор учебников по истории России Евгений Спицын. Например, через дистанционное управление. Это же та же самая диверсия. Ведь, по сути дела, они что предлагают? Они предлагают тихой штаб и уничтожить школу, как один из главных государственных институтов. Пускай дети сидят дома, по компьютеру мы будем обучать, а школы, как таковой, уже не будет. К чему это приведет, понятно. Теперь депутаты внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, отменяющий ЕГЭ. Но будет ли он принят? Я, конечно, считаю, что правильно. Они внесли этот закон в проект, только у него шансы в прохождении 0,0. А сам Владимир Вольфович не глупый человек, он прекрасно понимает, что никакого шанса на отмену ЕГЭ на сегодняшний день не существует. Поэтому сам этот шаг носит сугубо пропагандистский предвыборный характер. Все дети разные, и к ним нужен вариативный подход. Вот на чем основывались авторы ЕГЭ, но вариативности экзаменов мы так и не увидели. Но это как раз вписывается в цели либеральных реформаторов, которые нацелились именно на уничтожение образовательного процесса, а следовательно и науки, и оборонной промышленности в стране. Так при всех явных отрицательных последствиях, почему не может быть снят Дмитрий Ливанов? В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для Накануне ТВ. Подписывайтесь на канал Накануне ТВ и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение».